Витамины и их роль в организме человека То, что организму человека нужны белки, жиры, углеводы, вода и минеральная соли, было известно еще в начале XIX века. Однако практика не всегда подтверждала данную теорию. Люди, питавшиеся полноценной пищей, все равно заболевали, и эти болезни, очевидно, были связаны с питанием. Такие примеры можно увидеть, изучая жизнь путешественников. Например, во время экспедиции Васка-да-Гамы в Индию от Цинги погибло 100 человек экипажа из 160. Позже было установлено, что если бы моряки употребляли в пищу небольшое количество лимонного сока, заболевание удалось бы избежать. В 1881 году русский ученый Николай Иванович Лунин решил провести опыт с мышами. Одну он кормил натуральным молоком, а вторую – искусственной смесью, состоящей из очищенного казеина, белок молока, жира молока, молочного сахара, солей, входящих в состав молока и воды. Казалось бы, эта смесь содержала достаточное количество белков, жиров и углеводов для полноценного функционирования организма. Но мыши, вскормленные ей, сначала теряли в весе, прекращали есть, а затем и вовсе умирали. Позднее данный опыт повторили другие ученые. Результаты оказались такими же. В чем же секрет? Николай Иванович Лунин решил, что натуральное молоко содержит в себе еще какие-то вещества, необходимые для жизни. Позже эти вещества получили название витамины, от латинского вита – жизнь, амин – содержащий азот. Позднее выяснилось, что далеко не все витамины имеют в своем составе аминогруппу. Но данный термин настолько прочно укоренился в научных кругах, что менять его не имело никакого смысла. Что же такое витамины? Витамины – это группа биологически активных веществ различной химической природы, которые поступают в организм с пищей и входят в состав ферментов. Витамины не могут синтезироваться в нашем теле, но они влияют на рост и развитие, иммунитет, а также обмен веществ. Если какой-либо из витаминов поступает в организм в недостаточном количестве, наступает гиповитаминоз. При полном отсутствии витамина развивается А-витаминоз, при избытке – гипервитаминоз. В настоящее время известно более 20 витаминов. Их принято классифицировать на водорастворимые и жирорастворимые. К первой группе относятся витамины группы В, С, ПП и другие, ко второй – А, Д, Е, К. Витамин С в больших количествах содержится в плодах шиповника, черной смородине, облепихе и сладком перце. Этот витамин участвует в образовании коллагена, усиливает иммунитет, регулирует обмен углеводов и белков, стимулирует заживление ран. Суточная норма витамина С составляет 50 мг. При увеличении умственной и физической нагрузок доза должна вырастать до 100-200 мг. При длительной нехватке этого витамина развивается цинга, могут кровоточить десны, расшатываться и выпадать зубы. Если не возместить недостаток витамина, человек может погибнуть. Витамин В1, тиамин, необходим человеку для нормальной работы нервной, эндокринной и иммунной систем. Суточная потребность витамина – 2 мг, а если человек проживает в холодном климате, доза должна быть увеличена в 1,5-2 раза. В большом количестве этот витамин содержится в изделиях из муки грубого помола, бобовых культурах. При недостатке тиамина развивается болезнь Бери-Бери. Витамин В2, рибофлавин, обеспечивает нормальное зрение, рост и развитие детей, синтез АТФ. Суточная потребность составляет 1-2 мг. Главным источником данного витамина являются молоко, молочные продукты, яйца, печень, мясо, рыба, хлеб, гречка. Однако следует учитывать, что при термической обработке содержание витамина снижается вдвое. При нехватке рибофлавина воспаляется слизистая оболочка языка, уголки рта, губ, плохо заживают раны, слезятся глаза, развивается светобоязнь. Витамин В2, никотиновая кислота, необходим для обеспечения нормальной интенсивности энергетического обмена. Важнейшими источниками витамина являются крупы, бобовые, дрожжи, сушеные грибы, хлеб грубого помола, мясо, рыба, почки, печень, сердце животных. При нехватке никотиновой кислоты развивается пелагра. При этой болезни наблюдаются раздражительность, снижение двигательной активности, психозы, воспаляется язык, нарушается секреция желудочного сока, симметрично воспаляется лицо и открытые части тела. Пелагра развивается при однообразном питании и частом употреблении зерновых, особенно кукурузы. Витамин А, ретинол, необходим для нормального роста организма, формирования скелета, хорошего зрения. В сутки нужно употреблять 1 мг. Витамин содержится в желтых и зеленых овощах, яйцах, сметане, масле, печени. При нехватке витамина А развивается куриная слепота, когда человек утрачивает способность различать цвета в полумраке, а затем на склере появляется бельмо. Если данное заболевание не лечить, наступает слепота. Недостаток витамина также приводит к дерматитам. Витамин D – кальциферол. Необходим для нормального образования костной ткани. Он регулирует обмен кальция и фосфора. Суточная доза для детей составляет 25 мг. Кальциферол способен вырабатываться под воздействием солнечного света. В большом количестве он содержится в печени рыб, молочных продуктах, яйцах. При недостатке витамина D у детей развивается рахит, который сопровождается судорогами, отставанием в развитии, задержкой окостенения родничков черепа. Витамин E – токоферол. Содержится в большом количестве в растительных маслах, зеленых листьях овощей, яйцах. Суточная потребность составляет 10-12 мг. При авитаминозе развивается дистрофия мышц, ослабление половой функции. Витамина К или филохинона много в цветной капусте, салате, кабачках, говяжьей печени. Суточная потребность достигает 2 мг. Витамин К участвует в процессе свертывания крови, поэтому при его недостатке вырастает риск кровотечения. При употреблении в пищу продуктов, содержащих жирорастворимые витамины, следует помнить о том, что они очень трудно выводятся из организма, поэтому нельзя ими злоупотреблять. Витамины поступают в наш организм вместе с пищей, но они могут разрушаться при кулинарной обработке, поэтому люди нередко принимают витамины в таблетках. Фармакологическая промышленность в настоящее время выпускает огромное количество препаратов, содержащих суточную дозу необходимых человеку витаминов. При их употреблении надо строго соблюдать суточную потребность и перед применением обязательно проконсультироваться с врачом.